Холодная зимушка, зима наступает, и это период, когда хочется согреваться, как можно чаще, как можно больше. Греть руки как минимум. А еще лучше пить горячий напиток в течение всего дня. Но вот как сохранить этот напиток горячим в своей термокружке, в какой термокружке это получится лучше, узнаем прямо сейчас. Мы решили сегодня в течение всей нашей программы провести эксперимент. У нас есть пять испытуемых. У нас есть кипяток. Да, ну 21 век, Роман. Какой 23? У нас чайник не выключается. А, да? Нет? Он сломался. Отнесите человеку, у которого есть канифоль и паяльник. Так вот, у нас есть пять испытуемых. Это пять термокружек. Керамическая термокружка. Пластиковая, однослойная. Это идут, ребята, у нас двухслойные. Металл, пластик. Металл, металл. Пластик, пластик. Вообще круто. Я думаю, что здесь все понятно. У Романа есть большущий градусник. Да, ты похож. Сразу для всех я могу сказать, что он выдерживает температуру до 150 градусов, поэтому все в порядке, он не лопнет. Ртуть не попрыгает по всей нашей студии, поэтому сейчас Антон приступает к эксперименту и наливает кипяток в кружки. Кипяток в кружки, да. Все очень просто. Примерно я постараюсь сейчас наполнить наши термокружки одинаковым количеством кипятка, чтобы все было у нас с точки зрения эксперимента чисто. Так, мы же, наверное, должны сразу проверить вообще, действительно ли кипяток обладает температурой 100 градусов? Ну, он уже подостыл. Я разу не пускал градусник в кипяток, честно скажу. Сейчас побежит, наверное, стрелочка, да, Вер? Смотри, полетела, полетела. Ртуть. Ага. Это не ртуть. Это не ртуть, а что там интересно? Что-то другое. Спиртовой градусник, да? Да, да. Ртуть – это для того, чтобы температуру тела измерять. Ну что ж, спирт все выше и выше стремится к значению. Все выше и выше и выше. Ну вот, ребята, вот и первый миф развея, оказывается, кипяток в чайнике вовсе не 100 градусов. Ну, он 100 градусов кипит, вода кипит при температуре 100 градусов. Секунду назад кипел. Если бы у тебя там было 100 градусов, то это бы все булькало, соответственно, здесь, ну, меньше. Ну, поставь чайник, пусть забулькает. Ты хочешь туда пустить чайник? Хочешь туда пустить чайник? Пусть чайник, ну, давай. Это интересно, я думаю, всем интересно. Ты хочешь сейчас победить международную физику, да? Ну, ладно, смотри. Ну, потому что в кружке, смотрите, вот он даже до 80 не добрался. В чайнике кипит. Видим, что кипит. Да, интересно, как ты будешь сейчас справляться с паром, чтобы он тебе кисть не обжег. Будь аккуратен, Роман. Не пытайтесь повторить этого дома, пожалуйста. Не пытайтесь повторить это в студии даже. Ребята, ну, смотрите. А если градусник лопнет и спирт полетит в глаза, ничего не будет? Ну, нет. Хорошо. А вот если в рот полетит, то тогда эфир будет испорчен. Давайте протрем, протрем маленько. Короче, да, пар обжигает пальцы, но на самом деле, ну, к 100 градусам стремится температура. Да, ну что ж, будем двигаться дальше? Не получилось тебе развеять миф. В общем, 99, все равно 99. Ладно. Во всех кружках кипит, то 80 градусов сразу он был в керамической. Примерно везде одинаковая ситуация, я уверен. Самое главное, что мы проверим температуру позже. Дадим кружкам постоять, соответственно, дадим возможность горячему напитку подостыть. Где остынет быстрее, там мы и узнаем. Закрываем крышками, а наша программа тем временем продолжается порцией полезной информации. Согревающей. Ну что ж, давайте сейчас вспомним, что было в эфире у нас ровно час назад. Час назад мы вот в эти термокружки залили кипяток, скипятив его в чайнике, и решили проверить, какая термокружка будет дольше держать самое высокое значение температурное этого кипятка. Мне нужно сделать последний замер. Есть возможность сейчас напомнить нашим телезрителям еще об одном конкурсе, который мы также с утра запустили. Да, давайте напомним прямо сейчас, у нас тут все вместе сразу. Вот эти вот подарки нам сегодня принес Алексей Членов, это исполняющий обязанности главы ГИБДД. И сегодня в День полиции, День милиции, сегодня 99 лет исполняется советская милиция, российской полиции. И сегодня ГИБДД проводит замечательный конкурс для всех тех автолюбителей, у которых в номере есть цифры 99, то есть либо номер начинается с 99, либо заканчивается двумя девятками. Вот для всех этих автолюбителей конкурс. Вы можете сфотографироваться на фоне своего номера, конечно, желательно чистого, как некоторые наши зрители уже сделали, сделать вот такое вот селфи и получить один из подарков. Это и набор водителя, это и специальная термокружка, которая подключается к прикуривателю и всегда остается горячим. Это специальная щеточка, это рамки для номеров и, по-моему, еще что-то другое. Поэтому участвуйте в этом конкурсе, поздравляйте всех знакомых и незнакомых полицейских с их профессиональным праздником. Ну, а мы даем слово Антону Сизых. Итак, у нас прошел ровно один час того момента, когда мы залили кипяток в термокружке. И ты представляешь, какие мы с тобой молодцы? Мы напортачили только в одном моменте. Они у нас были выставлены в порядке сохранения температуры. Представляешь? Вот эта кружка немножко не на своем месте. Давай обо всем по порядку. Итак, обычная однослойная керамическая термокружка. 37 градусов сейчас температура жидкости внутри. То есть можно еще пить и радоваться. Был кипяток, да. Прошел час, до 37 похолодало. Обычная однослойная пластиковая кружка, вот такая вот, 39 градусов. Чуть получше она держит тепло. Двухслойная кружка. С внешней стороны это металл, внутри пластик 50 градусов. Что-то можно обжечься уже. 50 градусов. Металл, металл. Лидер нашего исследования 58 градусов. А удобно держать металл, металл? У нас снаружи не обжигают. Ну, вот мы, к сожалению, не пощупали, да. Побежали работать дальше, не пощупали, какова была температура поверхности. Но прямо сейчас вот можешь попробовать опустить пальчик. Не хочу. Не хочешь? Спасибо. Это правильно, потому что 58 градусов. Ну и, наконец, двухслойная пластиковая кружка, то есть пластик-пластик, 48 градусов. Соответственно, наверное, вот такой вот у нас должен быть рейтинг. Рейтинг. Да, вот так. Начиная от не очень удачного сохранения температуры металл, металл, двухслойный, победа. Ну что ж, люди гибнут за металл, и металл побеждает сегодня в нашей программе. Пользуйтесь именно такими двухслойными металлическими кружками. И, в общем-то, сохраняйте тепло. Или выигрывайте вот такие в нашем конкурсе. Эта кружка может подогреваться от прикуривателя, представляешь? Продолжение следует...